С детства меня интересовали машины. Сначала я собирал лего. С недавних пор меня начали интересовать настоящие машины. После окончания школы я бы хотел стать автомехаником. Мне нравится смотреть детали машины, разбирать машину. С будущей профессией я еще не определился, но хотелось бы побольше узнать о профессии автомеханика. Мне нравится профессия автомеханика, потому что мне нравится, ну, говорится, машина, разбирать ее, собирать. Есть мечта построить свою машину своими руками из какой-нибудь «Жигули» русского модели. Хочу больше узнать о профессии автомеханика. Эти ребята живут в Чебоксарском детском доме. В ближайшее время им кому-то раньше, кому-то позже предстоит начать новую жизнь. И главное в ней – работа, которую еще надо выбрать. И чем скорее, тем лучше. Определиться с выбором профессии нелегко. Сейчас ребята увлекаются автомобилями и всем, что с ними связано. Мы познакомим их с профессией автомеханика. А поможет нам в этом многочисленный коллектив педагогов и студентов Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий. Но сначала мы отправились вместе с ребятами на одно из предприятий сервисного обслуживания автомобилей. Здесь работает выпускник техникума «Транстройтех» Максим Золин. Цилиндры, поршни, клапаны, заслонки, кольца, рампы, насосы. Уследить за слаженной работой этого сложного механизма может только автомеханик. Ошибешься – и машина просто не поедет, говорит специалист. Во время учебы нас управляли на практику. Через каждые полгода, мы полгода учились и ходили на практику на три месяца. Во время практики нам очень нравилось. Нам там платили зарплату, нормальную зарплату. Рабочие автомеханики производят техническое обслуживание автомобилей, следят за состоянием автотранспорта с помощью специальных приборов диагностики. Максим не останавливается на достигнутом. Сейчас получает высшее образование по специальности. Его труд и способности ценит работодатель. Мы ждем таких работников, как Максим Золин. Дисциплинированных, ответственных, которые выполняют свою работу качественно, ответственно, серьезно. Здесь, у себя, в нашей компании, компания авторсервис. После всего увиденного на предприятии, у Жени, Паши и Артура появилось еще больше желания узнать, где и как готовят автомехаников. Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий создан в 1975 году как профессиональное училище. В 2012 году 18-е училище было преобразовано в техникум. А в 2013 году к нему присоединились 12-е и 4-е профессиональные училища. Не было бы машины, не было бы и профессии автомеханик. Официальной датой рождения автомобиля считается 1886 год. А в 1913 году Генри Форд внедрил конвейерную систему сборки машин. Так началась всеобщая автомобилизация. Сегодня по земле ездят более 1 миллиарда автомобилей. А к 2035 году, по данным экспертов, их будет в два раза больше. Только представьте, сколько нужно автомехаников, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Вот уже 20 лет Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий ежегодно выпускает более 100 автомехаников. На одно место при приеме претендует 3 человека. Обучение бесплатное. Стать квалифицированным автомехаником помогают мастера производственного обучения, ведущие специалисты в этой области. Студенты изучают сначала теорию, затем под руководством преподавателей оттачивают свои знания на лабораторно-практических занятиях. Автомеханики обязательно изучают такие предметы, как электротехника. Нам с ребятами удалось побывать на одном из занятий. Студенты в этой аудитории собирают электрическую цепь. Последовательное соединение сопротивлений. Попробовать свои силы решился и Павел. С помощью преподавателя справиться с заданием получилось практически с первого раза. В школе на урок физики я собирал подобные электрические цепи, но на таком стенде я собираю впервые. По инструкции я собрал эту цепь, но не так быстро подсказки преподавателей мне помогли собрать ее быстрее. Большая часть занятий у студентов-автомехаников проходит в лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей. Здесь можно не только посмотреть, что находится внутри грузовых и легковых автомобилей, но и потрогать, пощупать все детали. Лаборатория оснащена агрегатами и узлами как легковых, если вы посмотрите, так и грузовых автомобилей. В процессе выполнения практических работ каждый учащийся в данной лаборатории практически своими руками производит разборку, сборку, изучение материальной части автомобиля, соответственно, двигателей, трансмиссии, механизмов управления, ходовой части. Двигатель – это сердце автомобиля, поэтому автомеханикам очень важно научиться его ремонтировать. Пусть для этого придется разбирать и собирать двигатель несколько десятков раз. Обучаясь два года и десять месяцев, выпускник Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий по профессии автомеханик получает квалификации Слесаря по ремонту автомобилей, оператора заправочных станций, водителя автомобиля категории Б и С. Еще на первом курсе студенты начинают получать практические навыки вождения, но сначала на автотренажере. Здесь ребятам тоже предложили попробовать сесть за руль. На несколько минут Женя стал водителем псевдомашины. Дведи-то заведенные. Для этого что? Трогаться. Сними ручной тормоз на ровном месте. Поворот налево, ключи. Налево? Налево. Указатель поворота. Так, теперь сцепление нажми. Это тормоз. Сцепление нажми. Нажми, нажми. Первые ключи. Газу дай. И сцепление выбирай. А что, руль такой легкий? Да, легкий здесь. Несмотря на то, что автотренажер всего лишь имитирует поездку, здесь студенты учатся соблюдать элементарные правила дорожного движения. Не превышать скорость, переключать передачу, уступать дорогу. Все же у новичков могут возникнуть трудности. Когда сидишь на автотренажере, тебе кажется, как будто ты ездишь на настоящей машине. Самое сложное – это переключать передачи. Кстати, практическая работа непосредственно с машинами у студентов начинается со второго курса. Мы с ребятами заглянули и в гаражный бокс. В автомастерской студенты под руководством опытных мастеров занимаются диагностикой и ремонтом настоящих автомобилей. На этом занятии преподаватель показывал, как проверить подвески и отрегулировать рулевое управление легкового автомобиля. Если последствия удара, препятствия на дороге, значит, рулевые тяги погнуты, не погнуты, смотрим, значит, с левой и с правой стороны. Каждым годом на дорогах будет все больше и больше машин и нужно классифицированное обслуживание. Чтобы не тратить лишние деньги на автосервисе, я пошел к этому профессию, чтобы приматили свой автомобиль. Могут еще зарабатывать на этом деньги. Тут хорошее образование дают учителя, хорошие мастера. Много боксов, на которых мы проходим практику. Разные машины разбираем, двигатели. Для получения практических навыков в техникуме транспортных и строительных технологий имеется большой автомобильный парк легковых и грузовых машин. На собственном автодроме студенты не только тренируются, но и тут же сдают экзамены на получение водительских прав категории «Б». Заключен договор между техникумом и ГИБДД. После небольшого инструктажа для начинающих водителей преподаватель учебного заведения разрешил сесть за роль одному из ребят. Поехать по большей скорости на настоящих дорогах, но для этого мне стоит еще обучиться. У нас существует ограничение скорости правил, так что давай дерзай, стремись, учись. Первым делом теория, потом уже площадка и город. Все 30 единиц техники оборудованы дублирующими педалями. Материальная база обновляется, оснащается. Ежеквартально у нас мы закупаем легковые автомобили. Анкетирование выпускников-автомехаников показывает, что все трудоустраиваются по профессии и безработных среди них нет. Лучшим работодатели предлагают вакансию еще на практике. В производственной практике у нас ребята проходят серьезные предприятия. Вот таких я бы хотел назвать, чего же автотранс на их базе. У них подразделения и в Канаше, и в Козловке, и в других районах. Ребята по месту жительства, где им удобно проходят практику. Дальше мы направляем наших ребят в транспортное предприятие «Аконды». Дальше вот рядом с нами есть предприятие сервисной службы «Мустанг». У нас с ним давняя дружба, они нам здорово помогают, принимаем наших ребят на производственную практику. Дальше мы имеем договор о сотрудничестве с управлением почтовой связи. У них 150 единиц техники. Дальше у нас троллейбусное управление. 150 единиц подвижного состава у них троллейбуса. База, мастерские у них хорошие. То есть у нас все условия для обучения на современной технике есть. Мы сегодня посмотрели, как студенты этого техникума учатся чинить автомобили. По окончании учебы вы не только получаете профессию, но и получаете водительские права категории БЦ. Меня это очень обрадовало. Я, может быть, сюда поступлю. Мы обошли весь техникум. Большинство мне понравилось в цехе, где работают молодые ребята. А еще больше мне понравилось сидеть за рулем и управлять машиной. После окончания школы я хочу вступить сюда. К тому же техникум обеспечивает студентов стипендиями. Поддержку они получают и от социальных партнеров учебного заведения в виде именных стипендий. Паша, Женя и Артур за один день общения с профессионалами получили огромный поток информации. Нужно время, чтобы ее осмыслить.